Ситуация вокруг ковид-19 кажется людям настолько странной, что поверить в естественное происхождение вируса им сложно. Так и рождаются некоторые фейки. О том, например, что вспышка заболевания в Италии связана с вакцинацией против менингокока среди пенсионеров, хотя ее проводили в другом регионе. Или что вирус – биологическое оружие США в торговой войне с КНР, хотя болезнь давно поражает не только китайцев. Известно, что это может сделать только одна страна, которая обладает сетью биолабораторий, секретных по всему миру. На фоне пугающих новостей о вирусе пользователи Рунета охотно подхватывают историю о докторе из Китая. Климов Юрий – молодой врач из России. Работает в больнице Шэньчжэня. Переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Позвонил своим близким и дал разъяснение. Перепосты разлетаются по социальным сетям от Фейсбука до Вайбера. Этот же текст в латвийских соцсетях приписывают неким ученым из Стэнфорда. Международным оказались и несколько фейков о борьбе с коронавирусом. По домам ходят люди в медицинских и химических костюмах, заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят все из квартиры. Сообщения с похожим содержанием пересылали друг другу русскоязычные пользователи из разных стран, но официально его не подтвердили нигде, как и страшилку о вертолетах. Сегодня в 23.00 и до 5 утра вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции. Окна и балконы должны быть закрыты. Явный фейк ни города, ни конкретного источника, просто военная часть и срочно всем сообщить. Почти то же самое и в испаноязычной версии страшилки, которую активно распространяли и в Европе, и в Латинской Америке. В странах, где условия карантина не ограничивают выход на улицу, рассылают предупреждение «Держите детей дома». С завтрашнего дня детей не должно быть на улицах. Штраф – 1700, 5100 гривен или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Больше всего фейков и самых опасных, в том числе, о волшебных лекарствах, способных остановить болезнь, а с ней и все страхи и неприятности. Витамин С сильно помогает избавиться от вируса. В борьбе с вирусом фейковые специалисты рекомендуют не только есть имбирь и чеснок, но и пить разбавленный отбеливатель и употреблять неработающие противовирусные препараты.